Судя по тому, что происходит с президентской кампанией, там чекисты уже окончательно вышли под контроль администрации президента и прям откровенно играют в свою игру, играют на опострение. И, похоже, глядя на то, что Кремль не знает, что делать с Дунцовой, то есть программу минимум они выполнили, они ей отказали в регистрации, но Дунцова, видите, не сдается. Она объявила о создании своей партии и, по сути, переходит к стратегии долгосрочной такой уже борьбы. И Кремль не знает, что с этим делать. То есть задачу минимум выполнили, а задачу максимум полностью устранить проблему Дунцовой, они не знают, как делать. А в таких ситуациях чекисты всегда вмешиваются, раз вы не знаете, что же, ну давайте мы тогда своими старыми добрыми проверенными методами. И, похоже, ее решили припугнуть. То есть предположить, что это случайность, это исключено. Когда человек создает такие серьезные политические проблемы, ну, конечно, она не отпущена в свободное плавание, ее ведут, ну, то есть за всеми ее перемещениями следят, и случайные люди, там, ее машину уже не остановят. Ну, то есть это какой-то совсем, ну, если это случайно, это значит, у них система вообще реально развалилась. То есть там правая рука не знает, что делает левая. Я думаю, что не настолько у них все плохо, поэтому ее вели, ее осознанно освободили, и решили так, остановили, и решили вот, так сказать, слегка припугнуть. Ну, может, посмотрим. Ну, то есть они считают, что все-таки она, ну, она, строго говоря, таковой и является. Она обычная, там, провинциальная, значит, журналист, которая, ну, да, у нее, там, она демонстрировала его характер, в общем-то, особенно в последнее время, да и раньше, я вот интересовался, в Тверской области, в общем-то, ну, она такая, значит, ну, с характером, и власти это знают. Вот, но тем не менее, таких бойцовских качек, как Навальная, она никогда не демонстрировала, ну, ей просто некогда было. Да, и поэтому они, я думаю, вот силовики на нее смотрят вот примерно так, ну, один раз там цыпнем на нее, прикрытнем, так сказать, и заляжет на дно. Ну, вот, посмотрим, как это у них получится. Вообще, строго говоря, если Тунцова не остановится, ну, у них может быть проблема, потому что спрос на такого типа лидерства в стране очень велик. не столько в среде оппозиционного, вот, ядра оппозиционного электората, сколько в среде, вот, значит, ну, то, что можно назвать оппозиционной периферии и плюс колеблющейся, а вместе это, в совокупности, это большинство граждан страны. Вот, и спрос на такое лидерство, знаете, вот такого, ну, его можно назвать лидерство морального типа, когда ты привлекаешь людей не потому, что ты там эффективный политический менеджер. С темой эффективности Путин обыгрывает, вот, но он как раз ее вот в результате длительной эксплуатации он, так сказать, ее поддискредитировал силой, эффективностью, там, да, закон и порядок, так сказать. А вот, а Дунцова, это как раз, ну, так, власть должна, там, слышать людей, да, она должна заботиться о людях, не о каких-то абстрактных, там, геополитических, там, значит, категориях думать, да, о нуждах простого, вот, среднего гражданина, вот, и по такому подходу, вот, такому человечному, российский избиратель прям истасковался, вот, вот эти вот, так сказать, зияющие высоты, в которые их постоянно тащат, там, Путин, Патрусов, там, все это, общественность, да, вот, борьба, там, с Америкой, значит, борьба за какие-то, там, традиционные ценности, значит, вот эта геополитика такая большая, да, вот, когда ты постоянно должен, ну, напрягаться, там, по поводу чего-то глобального, а не по поводу того, что у тебя, кстати, забор там покосился, вот, и вот эти, ну, о бесконечном пребывании в этих зияющих, так сказать, высотах, люди, люди устают же, да, им хочется, в принципе, вот, просто, вот, там, сесть спокойно, значит, передохнуть, и, вот, ну, свой собственный быт обустроить, да, чтобы он стал чуть более комфортным, потому что он совсем не комфортный. Последние, ну, как минимум с 2009 года уровень жизни же падает в стране, в общем-то, вот, как вот кризис начался до 2008 года, вот, ну, после этого он практически такого, что вот, ну, в реальности, реальный уровень жизни, чтобы рос, ну, может, на какие-то короткие промежутки времени и было, но такая-то, скорее, была стабилизация после очередного падения, а потом снова запал снижение, и, вот, вот, Дунцова, понимаете, она вот про это, она такая вот, она как раз вот ассоциируется с каким-то там, ну, она такая комфортная, понимаете, вот, и поэтому, вот, спрос на нее, там, колоссальный, и чем хуже будут дела идти в стране, тем больше спрос будет, а дела-то идут, ну, вот, вы просто на новостную повестку посмотрите, да, последних, там, последнего месяца, условно говоря, значит, сначала цены на яйца, там, ну, не только на яйца, про яйца говорят, но, строго говоря, это вообще проблема растущих цен и снижение покупательной способности населения, проще говоря, ну, объединение населения, вот, тема бедности, значит, тема, там, потом обстрелы Белогорода начались, тоже опять, значит, вот, каким боком СВО повернулось, да, это уже не абстрактное рассуждение о том, что Россия встает с колена, конкретно на улицах российского города трупы людей лежат, вот, а потом, значит, замерзать вся Россия начала, там, морозы пришли в Россию, надо же неожиданно, да, то есть, стало понятно, что вот эти огромные деньги, которые выкачиваются из экономики и идут на финансирование войны, вот, уже это тоже не абстракция, это бьет конкретно по людям, по обывателям, да, вот, или сегодняшняя новость только что, вот, пришла, Лукоил остановил одну из двух установок каталитического крекинга на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе, а это не мелкий завод, он четвертый по объемам переработки в России, и, значит, это санкции, они так и сказали, что да, из-за санкции мы не можем заменить эту установку, и прям так сформулировали, ну, так, видите, и вата очень сформулировали, что, дескать, мы, типа, стараемся максимально, значит, типа, максимально быстро решить проблему во взаимодействии с другими участниками рынка, ну, то есть, зачем приплетать других участников рынка рынка, бери и решай проблему, чини установку, если можешь, нет, ну, то есть, по сути, они сказали, что, ну, ребята, на нас не рассчитывайте, давайте рассчитывайте на других участников рынка, и правительство просит их увеличить переработку, а, так, а у них же те же самые проблемы, на всех заводах стоит оборудование импортное, и все, ну, специалисты-то предупреждали, что это вопрос времени, когда вот эта нефтепоработка и нефтехимия начнут выходить из строя. Вот прям вот свежая сегодняшняя новость, что называется «Первый пошел». И вот цепь событий, она вот такая, да, когда она не предполагает, что людям, значит, легче будет и лучше будет. И в этой ситуации вот спрос на Дунцову, как на альтернативный тип лидерства, такого морального типа, повторюсь, основанный на вот сочувствии, на вот сопереживании, на честной власти, да, не на патриотичной, но коррумпированной, да, она на честной, вот, вот эта вот штука, она становится все более востребованной, и переход Дунцовой к работе в долгую, вот, к, значит, формированию партии, это же такой серьезный процесс, вот, это, ну, такая серьезная проблема, а просто так, ну, да, просто так ее запрессовать, ну, тоже, понимаете, людям же репрессии не нравятся, ну, то есть, да, все знают, что Навальный американский шпион, внушили эту мысль значительному числу людей, вот, а Дунцова-то точно все знают, что она из провинциальных журналистов, так сказать, появилась, ну, то есть она не американский шпион, вот, и тот факт, что ее прессуют так же, как Навального, говорит о том, что, ну, дело-то оказывается не в том, что кто-то там американский шпион, а кто-то нет, а в том, что власть вообще, в принципе, против того, чтобы народ поднимал голову, да, она же, так сказать, выходит из народа, вот, ну, то есть вот ее провинциальный бэкграунд, он, это ее сильная сторона сейчас, на самом деле, понимаете, значит, это значит, что она вот, вот, знает народные чаяния, что называется, вот вышла вот сама из народа, и, в общем, ну, ее и прессовать нельзя, да, потому что это приведет просто к просто протестным настроениям, ну, потому что в целом же репрессия, это же миф, что россиянам нравится репрессия, Миша нет, вот, значит, это ложь, репрессии нравится, ну, процентов их одобрят, вот, ну, 7, 8, там, ну, до 10, наверное, да, ну, давайте сделаем поправку на военное время, так сказать, да, ну, добавим еще, там, 5, 15, вот это потолок, да, я думаю, 15 лет, вот, а всем остальным это не нравится, и власть, которая, значит, прессует, Донцуоу, не дает, собственно, гражданам, так сказать, голову поднять, но эта власть точно не будет легитимной, ну, то есть, кремль своими руками будет уничтожать легитимность системы, повторюсь, это не столько кремль, сколько силовики, вот, система сама своими руками будет уничтожать легитимность, если будет ее прессовать, вот, а с другой стороны, ну, если не прессовать, так что ж тогда, так она развернется сейчас во всю Ивановскую, да, и пойдет, значит, создаст эту партию, пойдет на выборы, значит, летом, да, то есть ее партия, там, значит, выдвинется на региональных выборах, летом же будут выборы, в том числе в законодательные собрания, вот, или кандидатов в губернаторы начнет выдвигать, и что делать? Она же реально будет набирать, там, я не знаю, по 30-40-50 процентов, вот, легко, прям, прям легко, вот, ну, как политтехнолог, вам говорю, гадалки не ходить, и даже денег особо не понадобится, на самом деле, для этого, и, и поэтому, это будет, знаете, как в конце 80-х, вот, эти демократы выигрывали выборы против, выбора 89-го года против этих, ну, админресурсов, против представителей, значит, партнер-минклатуры, вот, просто за счет энтузиазма активистов, бесплатно, и здесь то же самое будет, и, и поэтому, ну, нельзя допустить такого, понимаете? В общем, они вот между Сылой и Хариб, да, оказались. Ну, и между тем, Аббас, в начале своего ответа вы отметили такую мысль, которую хочется еще раз подсветить, может быть, для зрителей, которые за этим сюжетом не особенно следили, вы сказали, что чекисты вышли из-под контроля администрации президента. Тут я, ну, наивно задам вопрос, а получается, у администрации президента на эти выборы какой-то другой план, совсем не силовой, совсем не военный, или как? Да, да, администрация президента, устами источников в окружении Кириенко неоднократно анонсировала, что компания будет с акцентом на мирную жизнь, мирные вопросы, мирного строительства, да, мирного развития, вот. Экономика растет, там, новые рабочие места, значит, импортозамещение, там, новые рынки, там, на Востоке и так далее, и так далее. А тема СВО будет сдвигаться на периферию повестки, это они говорили неоднократно. И, строго говоря, это правильно. Люди от войны устали, и утомлять их ею этой самой войной, ну, глупо. Так, в ходе кампании избиратель надо давать, что он хочет, а не того, чего он не хочет. Вот, смотрите, воюют сейчас, там, ну, допустим, я не знаю, 300-400 тысяч человек. Ну, вместе с членами семьи, если посчитать, там, с самыми близкими, вот кого это по-настоящему волнует, ну, это, там, давайте возьмем 5 миллионов. А избирателей в России более 100 миллионов. То есть для большей части людей СВО это пока еще, ну, в значительной степени такая телевизионная абстракция. И если поменьше ее показывать по телевизору и не нагнетать, так сказать, страсти, то, строго говоря, в принципе, возможно, да, сделать так, чтобы это, ну, стал всего лишь один из факторов. Это крайне важно для Кремля, потому что, если этого не сделать, если тема СВО по-прежнему будет самой важной для людей, а она таковой сейчас является, помните опрос Левада-центра перед прямой линией, значит, путинской в декабре. Они спросили респондентов, о чем бы вы задали вопрос Путину, если бы у вас такая возможность была. И вопрос об СВО, причем в такой формулировке, когда закончится, значит, набирал в 2-3 раза больше, чем каждый следующий вопрос, включая вот те самые важные вопросы об уровне зрительства, о зарплатах, да, о ЖКХ и так далее. Вот, ну, то есть большим им отрывом этот вопрос лидеров. И, значит, если вот он будет оставаться главным в повестке, то тогда, ну, это получится по сути, это не выборы будут Путина, это по сути, это то, что называется выборы референдумного типа, это по сути был вопрос, это будет референдум по вопросу о войне, об отношении к войне. Хотите, чтобы война продолжалась или хотите, чтобы она закончилась? Если хотите, чтобы она продолжалась, голосуйте за Путина. Понимаете, в этой ситуации Путин точно получит меньше всего голосов. Вот, и чтобы вот предотвратить этот сценарий, надо, Кремлю надо сделать так, чтобы тема СВО не доминировала в повестке. То есть, строго говоря, планы вот этого политтехнологического блока Кремля, Кириенковского, ну, абсолютно резонные, рациональные, технологические, грамотные. Если нет возможности победить, вот если бы они побеждали, тогда да, тогда надо ставить тему в центр повестки. Потерпите, граждане, совсем чуть-чуть осталось, случая уже веки, Абдеевку взяли, сейчас пойдем там дальше вперед, ура-ура. Но этим же не пахнет. И там главные новости с фронта, главные новости, связанные с войной, они в последнее время же вообще не связаны с фронтом, да. Они связаны с обстрелами мирных городов. Сначала мы стреляем, значит, убиваем людей в Киеве, Харькове, потом они в ответ стреляют, убивают людей в Белгороде и в Крыму. Ну, то есть это что угодно, но не война по плану, да. Когда фронт не движется, а гибнут мирные люди. Вот. И, соответственно, Кремлю крайне важно, чтобы вот эта тема вся из повестки по максимуму ушла. Но это принципиально не устраивает силовиков и не устраивает вся какую-то зато-патриотическую общественность. Кого-то в силу их искренних убеждений, как в случае с этой общественностью, ну, частью искренней. Там, конечно, абсолютно нет никаких сомнений, часть за деньги работает. Вот. Ну, тот и искренний. А, значит, а силовики, они-то совсем, ну, такие. Это самое коррумпированное каста в России, вообще, надо понимать. И для них это вопрос политического влияния и, в конце концов, опять же, денег. Потому что если тема СВО главная, то есть если в стране доминирует, знаете, логика, вот, все для фронта, все для победы, тогда получается, что все ключевые решения, которые принимаются в стране, должны быть согласованы с силовиками, а, скорее, даже, ну, продиктованы с силовиками. А если эта тема находится на периферии, ну, тогда правительство им говорит, значит, ну, вот вам бюджет на войну, идите воюйте, все. А туда не лезьте, здесь мы занимаемся вопросами об устройстве жизни страны. Вот. Если тема на периферии, то, принимая решение о том, допустим, куда направить этот миллиард на ремонт, там, значит, я не знаю, там, жилищного фонда, там, да, котельные ремонтировать, или, там, значит, на строительство какого-нибудь нового завода, там, да, или на войну на силовиков, да, правительство будет исходить, ну, из своих собственных представлений о прекрасном, да, это если тема СВО на периферии, а если тема СВО в центре повестки стоит, и все для фронта, все для победы, тогда правительство должно эту тему согласовывать с уходным совбезом, да, и окончательное решение будет совбезовское, да, потому что, ну, все для фронта, все для победы, а тут правительство, ну, оно уже второстепенно. Ну, то есть это вопрос вообще о влиянии, и поэтому уступать планам Кириенко всех этих пиджаков, как их называют презрительные силовики, да, их гражданских, значит, администраторов, это значит, ну, добровольно согласиться с тем, что тебя оттирают от кормушки, вот, а они не для того, так сказать, погону-то на себя нацепили, да, и патриоты, и родину любят, они все это прикрывают, так сказать, пафосными речами о том, что на них, так сказать, родина держится, вот, и поэтому эти планы Кириенковские, ну, им как сирпом по горлу, ну, если честно, я думал, что это все ограничится такой чисто аппаратной борьбой, но несколько дней назад, значит, я посмотрел ролик, который начали разгонять эти Z, вот эти военкоры, значит, массировано стали разгонять, и я, честно говоря, ну, по-другому не скажешь, обалдел, когда увидел этот ролик, я его раза два или даже три подряд пересмотрел, вот прям восстанавливал, значит, посредине, думал, значит, там, назад откручивал, значит, снова смотрел, я пытался понять вообще, как Кремль такое пропустил, потому что это ролик там, где они голосуют, значит, в блиндаже, там три человека сидит в блиндаже, и к ним прибегают, значит, с ящиком с этой урной для голосования переносной, да, значит, солдат там, и говорят, сегодня выборы, типа, голосуйте, да, и они, и там логика такая, что, типа, у нас в стране один президент, он сказал, что Одесса русский город, а я из Одессы, говорит, ну, типа, объясняешь, я там проголосовал, ну, то есть, вообще невозможно, почему я обалдел, вообще невозможно придумать что-то более, вот то, что называется, гладить против шерсти, то, что гладит избирателя против шерсти, то есть, по сути, они говорят, ребята, голосуйте за Путина, нам еще Одессу штурмовать, обыватель не хочет, ему грабон это все видал уже, понимаете, у него цены на яйца, у него ЖКХ прорвают, а ему говорят, нет, все вперед, Одессу штурмуй, они все боятся новой волны мобилизации, вот, они мечтают, чтобы это все скорее закончилось, и тут им такое предлагают, вот, значит, ну, то есть, это ролик, он, он стилистически даже выполнил, это отвратительно, там, мрачные такие тона, мрачные неулыбчивые лица, убогий блиндаж такой, ну, то есть, он реалистичный, наверное, да, с точки зрения кино, ну, это же предубранная агитация, это другой жанр, да, она, предубранная агитация, она должна внушать оптимизм, а там вообще не пахнет никаким оптимизмом, ну, то есть, я не могу себе представить политтехнологию, то есть, я знаю тех, кто работает с Кремлем, понимаете, с Кириенко, это очень циничные, аморальные, ушлые ребята, да, но они профессионалы, они прекрасно понимают, о чем я говорю, они лучше меня это понимают, вот, и чтобы они вот такое пропустили, ну, это невозможно, плюс там ролик без выходных данных, то есть, на самом деле, это нарушение закона, строго говоря, вот такая агитация, а, и я прихожу к выводу, ну, нет других вариантов, этот ролик снял Громов, а Громов, это союзник Патрушева, Сечина, вот этой группировки ястребов, которые работают на обострении, то есть, там внутри Кремля вот такой раскол, условно говоря, к лагерю технократов дорекуют, значит, Кириенко, курирующий политический процесс и выборы, Песков, отвечающий за освещение деятельности президента, вот, а есть еще первый зам главы АП, так же, как Кириенко, первый зам, и вот второй первый зам, это Громов, он курирует все традиционные медиа, включая телевидение, ну, телевидение это главное, и он, вот это, знаете, вся Соловьевщина, которая там на телевидении, это вот эта истеричная такая, да, Гурулевщина вся вот эта, это Громов как раз, он вот такой, крайне ортодоксальный, агрессивный, вот, патриотичный, как он называется, и, и, значит, ну, по всей видимости, это Громов вот вместе с этими ребятами, ну, с Патрушевым Сечиным, в первую очередь, там, Золотов, ну, такая небольшая группировочка, там, есть эти ястребы, вот, то есть, они решили прям вообще вот на этих выпорах прям свою игру вообще играть, то есть, параллельная компания, по сути, будет идти, то есть, Кириенко будет свою компанию вести, будет официальный штаб избирательного Кириенко, да, а параллельно будет вестись компания этих ястребов, которые не будут позволять сдвинуть тему СВО на периферию повестки. Ну, то есть, в ситуации, когда вопрос о власти вот ребром стоит, и есть риск, что политтехнологический блок, так сказать, там, не доработает, не справится, да, Ксиловики, это давняя российская традиция, они тоже активизируются, вот, вспомните выборы 96-го года, и Корзакова с Барсуковым, да, как они, там, коробкой спотксироваться, помните, арестовали представителя официального избирательного штаба, якобы по обвинению коррупции, прямо в разгар президентской избирательной кампании, вот, ну, Ельцин тогда, конечно, их наказал, уволил всех, чертова мать, их силовиков, да, а Путин-то, ну, на такой, похоже, не способен, вот, и поэтому у них там, вот, все в разнос идет. Короче, вот, история с Дунцовой, это, значит, еще одно проявление вот этой активности силовиков, я это так вот понимаю. Ну, вот, между тем, Аббас, да, вот, хотел как раз отдельно про ролик этот спросить, но вы уже, в общем, довольно полно эту тему раскрыли, действительно, сам факт, что весь сеттинг, как в кино принято говорить, это, это, там, окопы, это вот эта вот полянка, или как это называется, люди в форме, в касках, это, конечно, удивляет, что вообще ни слова о мирной жизни, ни про экономику, ни про какие-то социальные выплаты, ни про ЖКХ, конечно, нет, только про войну, но между тем, вот, у нас есть на канале программа «Лучшая передача о политике», которую ведет Леонид Волков и Руслан Шеведдинов, они недавно делились прогнозами на 2024 год, и они как раз говорят, что пока что кажется, что Владимир Путин и вот эти ястребы вокруг него сделали ставку на войну, хотят говорить об этом, и, условно, Кириенко, которого кренит в другую сторону, он им даже немножко мешает, и вот Леонид такой прогноз сделал, что с должности нынешней ответственного за внутренние дела Кириенко уберут, вот вы как к такому прогнозу относитесь? Ну, конечно, Кириенко раздражается вот этой своей активностью, видите, им самим приходится действовать, ну, то есть, строго говоря, если бы на этой должности сидел человек, который их устраивает и делает то, что им надо, ну, Громов, например, да, ну, им бы и не было необходимости во все это лезть, а теперь приходится во все это лезть, вот, поэтому, конечно, он их не устраивает, и, кстати, знаете, вот в сеть того, что мы сейчас обсуждаем, значит, приобрела смысл, приобрела смысл та история, о которой, если не ошибаюсь, ВЧК УГПУ писал, значит, где-то месяц назад, о том, что были обыски, чехисты проводили обыски и даже задержали на какое-то время кресту на потупчик и выбивали из нее показания на Тимура Покопенко, но это такая правдивая история, в общем, те, кто там в Кремле, около Кремля, все знают, все были в шоке, значит, и отбили атаку, значит, Кремля с трудом и очень условно. Я тогда, честно говоря, ну, опять же, о Балдии, вы, извините, часто употребляете слово, по-другому не скажешь теперь, глядя на то, что у них происходит, и не мог понять вообще, ну, то есть я это, знаете, иногда, ну, что-то знаешь, а объяснить не можешь. Ну, такое бывает, потому что ты же там, это же очень закрытая система, да, как я чаще говорил, хладко бульдогов под ковром, и поэтому ты только такие какие-то фрагменты информации там оттуда тебе удается выцепить, и иногда ты, ну, просто вот знак вопроса рядом ставишь, да, и не делаешь вывода. Вот это у меня история, она тоже со знаком вопроса, а объяснения не было, значит, потому что, ну, в другой ситуации это можно было списать на борьбу за бюджеты, там, деньги, там, за власть, там, ну, свои, между кланами разборки, да, это можно, ну, перед выборами это все-таки, ну, уже вторично, да, то есть любой там, представитель любого клана понимает, что, ну, бывают ситуации, когда надо все-таки исходить из, так сказать, общегосударственных интересов, да, но, условно говоря, не общегосударственных, в смысле, там, забота о населении, а в государственном смысле, там, забота о Путине, как руководителя государства, да, то есть шкурнички надо на время отложить, вот, а они, получается, перед выборами не отложили, причем пришли вот святая святых, это же работа в интернете, и потупчик, крупнейший подрядчик, там, в области телеграм-канал, на работе с телеграм-каналами, это очень важный инструмент, и поэтому, значит, они, ну, то есть я тогда знак вопроса поставил, а вот все эти того, о чем мы сейчас говорим, это как раз уже все вполне, так сказать, объяснимо, то есть если они решили ввести компанию такую свою, избирательную компанию, мешать Кориенко, ну, таким образом они, в принципе, уже копают под Кориенко, поэтому, ну, теоретически, если предположить, что Путин вообще, так сказать, уже там под силовиков полностью лег и уже не готов, так сказать, им противостоять, ну, вернее, там, указывать им на их место, давайте так скажем, ну, Кориенко тогда могут не просто снять, а, да, и даже попробовать арестовать, ну, скорее всего, нет, наверное, до этого не дойдет, все-таки он, ну, Путин к нему хорошо относится, наверное, до этого не дойдет, ну, вот его окружение там можно уже для того, чтобы его ослабить, можно там попробовать и арестовать, и уголовные дела возбудить, значит, и тем самым вот вынудить Кориенко уйти. То есть это выглядит вполне реалистично, но я совершенно не готов утверждать, что да, так оно обязательно и будет. Это план силовиков, но Путин-то, он точно должен понимать, что, ну, нельзя превращаться в марионетки силовиков, может, в какой-то момент тогда они просто от него избавятся. Это часто встречающаяся в истории такая штука, ну, феномен, это называется претерианство, то есть это настолько часто встречающаяся штука, что в фальтологии есть его понятие, да, вот как претерианство власти силовиков. И, значит, Путину превращаться в бессильного римского императора, значит, эпохи претерианской гвардии, когда претерианцы его хотят снимать в любой момент, хотя другого назначат, вот. Но ему точно это не нравится, такая идея, не понравится. Поэтому вполне возможно, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает, поэтому силовики точно хотели бы избавиться от Кириенко, вот. Но не факт, что им это удастся. Хотя, ну, надо понимать, что в целом их позиции крепнут, а позиции Путина в целом слабеют. Но Путин все равно еще не настолько ослабел, чтобы, значит, оказаться уже там ниже Патрушева. Нет, все равно Путин пока, значит, политик номер один в государстве, это безусловно. Просто дистанция между ними, если раньше она была какая-то космическая, да, то теперь она уже подсоперкнулась. Ну, то есть она по-прежнему большая между ними, но она уже не космическая, это точно. Путин уже зависит от силовиков, он властвует уже, в первую очередь, опираясь на их штыки. То есть еще несколько лет назад силовики были для него, значит, второстепенным институтом властвования. Да, он их использовал в политике для удержания власти, но все-таки они были, они не могли сказать, что он держится исключительно благодаря нам. А сейчас они могут это сказать. Вот, они из второстепенного института превратились в главный, то есть произошло некое качественное изменение. А все эти, значит, политиконологические штучки, пропаганда, там, выборы и все дела, это наоборот, то, что раньше было главным инструментом властвования, значит, оно превратилось в такой вторичный инструмент. И поэтому, ну, может быть, силовикам и удастся избавиться от приемки. Будем смотреть. Ну, между тем, Абас, нам тут несколько людей, Анна и Нико, стали спонсорами уровня новичок, за что вас, друзья, благодарим. А Ричика отправляет 10 болгарских левов и спрашивает, почему оппозиция не поднимает вопрос о том, что Путин идет на третий срок подряд. На личном примере вижу, что многие неинтересующиеся политикой не связали голосование в 2020 году с обнулением. Очень грамотный вопрос. И я писал о нем тогда еще, в 2020 году, когда все это происходило, что, смотрите, как это работает. Вот если бы был общий подъем протестных настроений, и, ну, такая вот, типа вот, ну, понимаете, вот очень важно, чтобы появилось ощущение, что, ну, мы можем этого добиться. Вот революция случается не в тот момент, когда власть достала по максимуму народ. Нет, это лишь один из факторов. А второй не менее важный фактор, вот в какой-то момент людям должно показаться, что власть слабеет, она дрогнула, и у нас есть шанс. Вот. И вот если бы, значит, вот был бы подъем протеста вот такого типа, когда уже, ну, там, давайте ура, мы ломим, гнутся шведу, да, еще раз поднажмем, и стена рухнет. Вот. Вот тогда бы эта тема, ну, она могла, она могла сыграть, да. А сейчас, поскольку в целом вот такого настроения нет, ну, доминирует все-таки такой пессимистический настрой, что, ну, по крайней мере, переизбраться Путину мы точно не сможем помешать. Ну, то есть, да, мы, может быть, потом его свалим когда-нибудь, говорит, но вот прямо сейчас, ну, у нас шансов помешать ему переизбраться нет. И в этой ситуации вот эта тема, ну, она, понимаете, она выглядит как тема, ну, это же тема 20-го года, да, то есть сейчас ты с ней выйдешь, ну, вспомнила девка, как бабка была. Ой, вспомнила бабка, как девка была, понимаете. Ну, тогда надо было, типа, вот по этому поводу заморачиваться. Вот, а в чем гениальность состояла они, что они тогда эту историю провернули? А, значит, тогда она воспринималась как далекая абстракция. Ну, кто в 20-м году думал о 24-м году, да? И, соответственно, ну, типа, вот сейчас в текущей ситуации ничего не поменяется. Даже если мы изменим вот эту, там, строчка появится в Конституции. Ну, вернее, не в тексте Конституции появится, да, но обнуление произойдет. Значит, ничего же не поменяется. Ну, Путин, вот он правит сейчас, я сейчас говорю по 20-м году, да, вот он правит нами в 20-м году, вот, и вот сейчас проголосуем за это изменение, там, они внесут его, ну, и он все равно будет править. Ничего не поменяется. Да, это там 24-й год, господин, кто о нем думает. В России очень короткий горизонт планирования. И тогда это выглядело как абстракция. А сейчас это выглядит как далекая история, понимаете? Ну, то есть, в момент общей политизации, да, это бы сработало. Ну, то есть, тот факт, что эта далекая история не, значит, ну, не сыграла бы ключевую роль. Это тоже был бы фактор, который, так сказать, придавливает эту тему. Но, тем не менее, он бы не помешал ей взлететь. А так вот, поскольку все-таки все в целом, вся оппозиционность, так сказать, придавлена, то и этот фактор, особенно с учетом того, что он из истории далекой, ну, он кажется неактуальным, и он совсем уже не взлетает. Ну, это, я понимаю, что, может быть, даже не очень понятно, то, что я объясняю. Ну, это такая политтехнологическая штука, это вот, ну, есть понятие повестки, да, есть понятие того, что актуально, что неактуально. Вот, и это вот с этим связано, с вопросом, ну, тайминга, если можно так выразиться. Вот как-то так. Аббас, тогда хочу последний вопрос вам задать, потому что время у нас подходит к концу, но довольно любопытный сюжет, о котором сегодня написала «Медуза» из этого материала. Следует, что Кремль хочет помочь Леониду Слуцкому получить второе место. Собеседник «Медуза» говорит, что хотят они это сделать не с помощью фальсификации, вбросов, а раскручивая его, и поэтому собеседник «Медуза» продолжает задачи, это практически нереально. Вот вы, как человек, который занимаетесь и занимались политтехнологиями, что можете сказать, насколько трудно в нынешних обстоятельствах такого персонажа, как Леонид Слуцкий, как-то дотянуть до второго места, даже с учетом конкурентов? Нет, это вообще невозможно. То есть это просто абсолютно невозможно. И вы на него посмотрите, его просто послушайте. Это же самый такой вот нелюбимый людьми экипаж конъюнктурщика, чиновника, который пытается играть роль Жириновского. Ну просто вот есть хорошие актеры, есть плохие актеры. И Слуцкий – очень плохой актер. То есть у него это в высшей степени неубедительно. Ну то есть это вот, знаете, как какой-то, значит, я не знаю, аристократ такой. А помните фильм, господи, Леонов играл-то там провинциального актера? Там события начала 19 века, Басилашвили, не помните? Советский фильм такой. Провинциальный актер из него там пытались сделать, заговор пытались разблочить. Басилашвили пытался разблочить. Не вспоминаете? Нет, вот я пытаюсь сейчас даже… А ты по тваре замолвите слово, вот. И когда он там оделся в эти… Ну такой провинциальный актер, ну Леонов представляет, круглое довольно лицо такое вот, веселое, пухленькое, вот. И его там одели в какую-то тулу, полночь, там какие-то вот на него шавку эту такую напяли. Или он пытается охать и говорит там, как такой провинциальный крестьянин. Ну это так смешно выглядело, настолько неубедительно. Это вот Слуцкий, ну, примерно так же выглядит. Как совсем не свои колеи. Вот, поэтому из такого человека, что там слепить, это абсолютно unreal. Это надо будет просто очень много, ну, вкидывать конкретно за Слуцкого. Но особенность административной машины, значит, она, знаете, в чем заключается? Ее, она очень тупая, примитивная. И ее нельзя вообще обременять задачами второго порядка. Ну, то есть ты должен там главам районов, значит, они там в специальном комиссии должны предельно четко, там, с выпученными глазами, ты им должен сказать там, за Путина, значит, там 80%, только попробуйте, значит, меньше там, порву там, да. В некоторых случаях явку еще надо давать, да, типа таких вот в султанатах, там, Башкирия, там, Татарстан, там еще общая явка требуется, поэтому, значит, общая явка 90%, значит, а, значит, голосование там за Путина 80%, там, да. А если ты начнешь туда добавлять, так, а еще Заслодского там 10, условно говоря, это все там, значит, там, ну, они крайне простые, примитивные люди, там, ну, это надо понимать, вот административный аппарат на местах, поверьте, я же несколько лет работал в Башкирии вице-губернатором, да, это были мои подчиненные, вот, им надо очень простые задачи ставить, а так они вот все, они начнут в двухсосных глуждать в этих, запутаются, значит, начнут истерить, там, совершать ошибки, будут скандалы, вот, и на самом деле у Путина из-за этого же будут проблемы, то есть я не представляю себе, что, то есть вообще странная история, честно говоря, значит, не знаю, зачем эту утечку они там организовали, зачем, кто такую задачу поставил, ну, то есть у Путина будут проблемы, и он, значит, Киренка вызывает, ну, то есть каждый скандал, да, связанный с фальсификациями, он же делегитимизирует в целом выборы Путина делегитимизирует, да, и число скандалов-то надо минимизировать, вот, а задача второго порядка, она ведет к максимизации числа скандалов, и вот я себе представляю, Путина этого Киренка вызывает и говорит, слушай, что за, какого черта, значит, ты там устроил, а я вот Слуцкому второе место хотел бы, а зачем, ну, что за бред вообще, я твой начальник, ты на меня должен работать, а ты там какие-то игрушки устроил там со Слуцким, там, второе место, да на черта тебе этот Слуцкий сдался вообще, вот после этого Киренка точно слетит, то ты, ну, то есть надо же понимать, что информацию о том, что он там со Слуцким интригует, ну, Шилу Мишки не утаишь, Патрушев, значит, Сеичин, Громов, они же очень внимательно следят за тем, что происходит в хозяйстве Киренка, там у него чекисты сидят, ну, то, что называются эти подкрышники, то есть в структуре администрации президента прям подчиненных у Киренка на неплохих должностях, там, ну, самых начальников управления в том числе, там сидят чекисты, и главная задача, которая формально, они подчиненные Киренка, но он их не может уволить, значит, потому что они в реальности все чекисты, и главная их задача не помогать Киренке, а стучать на Киренка, докладывать Бортникову, ну, и Патрушеву, вот, вот, и поэтому все это будет известно, там, да, Путину, ну, то есть это будет известно Патрушеву и Бортникову, и в нужный момент они это занесут, и Громову тоже, а в нужный момент они занесут это Путину, и так, как надо, препарируют, проблема-то в том, что Киренка, вместо того, чтобы на вас работать, он там с интришками каким-то занимается, со Слуцким, он там бизнес делает какой-то, Слуцкий очень богатый человек, это известно, вот, ну, то есть он мега богат, и он может попытаться купить себе вот это второе место, ну, то есть ему там в политике удержаться, лидерство, партии, там, да, там, зафиксировать окончательно, конечно, важно было бы это второе место получить, я уже не говорю про финансирование, на самом деле, каждый российское законодательство как скроено, за каждый, если ты преодолеваешь 3%, набираешь больше 3%, то за каждый голос, который ты получаешь, ты получаешь на протяжении всех следующих лет, ежегодно из бюджета, ты получаешь какую-то денежку, и там, ну, очень, там счет идет на сотни миллионов рублей в год, да, то есть это, ты вкладываешь, это на самом деле инвестиционный процесс, ты вкладываешь в свою компанию, и если преодолеваешь 3%, ты начинаешь отбивать эти деньги, вот, то есть есть те составляющие, ну, то есть, вот, просто это будет выглядеть, извините, что Кириенко на пару со Слуцким деньги делает, бизнес какой-то делает, ну, я не думаю, Кириенко осторожный игрок, я с трудом себе представляю, что он на такое пойдет, и ему, даже если он с Путиным это согласует, то есть, если он придумает какие-то аргументы, зачем Пуцкому нужно второе место, теоретически можно придумать аргумент, что, дескать, КФРФ ослабит, там, да, потому что, помните, они же взбрыкивали до начала СВУ, так они сейчас опять могут начать взбрыкивать, давайте их ослабим, вот, но это, даже если ты это согласуешь с самим Путиным, это, это все равно, вот, вот, когда все случится, и Громов с Патрушевым побегут, по словам, Владимир Владимирович, смотрите, что он творит, это не спасет, и Путин будет в гневе, да, он будет недоволен результатами, скандалами, тот факт, что когда-то он это согласовал сам Кириенко, это его не спасет, наоборот, Путин скажет себе, блин, так он мной сманипулировал, что ли, обманул меня, ну, то есть, он мне придумал какую-то там левую, знаешь, аргументацию, надо КПРФ, значит, там, типа, обогнать, да, а сам бабки делает сосудским, вот, и его гнев будет страшным, Кириенко очень, он тертый калач, он очень опытно опорачивает, я не могу себе представить, что он такой ерундой занимался, честно говоря.